АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Всем привет! Меня зовут Павел Сополь и я выдвигаюсь в Московскую городскую думу от районов Арбат, Мрестинских и Хамовники. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое всем, кто пришел. И для начала я бы хотела спросить вас. Сделали депутаты Московской городской думы за последние 5 лет депутаты АПЛОДИСМЕНТЫ хоть что-то во благо жителей города. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Еще 5 лет получали служебные квартиры, служебные машины и ничего не делали во благо жителей. АПЛОДИСМЕНТЫ А вы хотите, чтобы в Московском городском парламенте сидели честные, работящие, порядочные люди, которые действительно отстаивали права москвичей. И я тоже хочу. И я верю, что люди, которые выступали передо мной, это Иван Жданов, это Константин Янкаускас, это Илья Яшин, Владимир Милов, это Илья, это люди порядочные, честные. И они будут отличными депутатами городского парламента. Они уже сейчас работают во благо жителей. Константин Янкаусас отстаивает права москвичей, отстаивает, борется против закрытия роддома в районе Илья Яшин, отстаивает права, трудовые права работников ГБУ жилищных. И можно долго перечислять, как эти люди уже сейчас работают, не имея официального статуса депутата. Имея статус депутата, они будут действовать гораздо эффективнее. Я тоже уже работаю по проблемам и своего избирательного округа, и по проблемам москвичей. И ко мне, именно к нам, к ребятам, ко мне обращался житель не к депутатам от Единой России. Они не доверяют Единой России, а именно к нам. И ко мне в январе обратились десятки родителей, отравленных детей в Москве. Они обивали несколько месяцев пороги мэрии города Москвы, департамента здравоохранения, департамента образования и не могли отстоять права своих детей. Они не хотят слушать рассказы про велодорожки, они не хотят читать лицемирные твиты о фестивале в паренье. Они хотят элементарную правду своих детей. Они хотят, чтобы их детей не увозили на скором из детских садов. Чтобы когда родители приводят детей в детские сады, они могли получить их обратно здоровыми, счастливыми и образованными. А не получать детей, которые потом будут ходить кровавым поносом каждые 15 минут на горшок. Они хотят защитить права своих детей. И сейчас я помогаю им добиться этих прав. Помогаю им им компенсации, законные компенсации в судебном порядке. Помогаю им коммуционно. И буду это делать дальше. Молодец! Я хочу быть голосом людей, которые готовы отстаивать свои права. Ко мне обращаются сотрудники бюджетных организаций, в том числе из избирательного округа. И рассказывают о том, что Единая Россия Собянин и Путин обманули их. Они обещали им повышение зарплаты. Они обещали им выполнение мастер-указов. И они обманули их. Веры им больше нет. И сейчас они обращаются к нам, к профсоюзу Добального, чтобы мы помогли им отстоять их трудовые права. И я буду помогать этим людям. Сейчас и будучи депутатом Московской городской думы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Проблем очень много. И те же самые сотрудники бюджетных организаций, медицинский персонал из холодников, из детской клинической больницы рассказывают мне, что у них проблемы не только с зарплатами. В центре Москвы в 2019 году, после 8 лет мэрства Собянина, в хирургическом отделении не хватает расходных материалов для лечения детей. В 2019 год у Москвы огромный бюджет в 3 триллиона рублей. И у нас сейчас в центре Москвы не хватает материалов для лечения детей в хирургическом отделении. Я против этого беспредела. Я буду бороться за права и детей, и родителей, и сотрудников бюджетных организаций дальше. Я выбираюсь на центр города Москвы. От районов Арбат, Пресенский и Хамовники. И только кажется, что в центре мало проблем. Только кажется, что там, в спальных районах, наверное, все гораздо хуже. Нет. В центральных районах в городе Москвы проблем не меньше, чем в остальной России, и чем в спальных районах города. Там отродительное качество капитального ремонта, дома очень ветхие. Либо капитальный ремонт не делают, либо делают так, чтобы приходится переделывать. Там отродительное Собянинское прислабое благоустройство. Миллиарды рублей из бюджета потратили на укладку гранитной плитки, гранитных бордюров, и их сейчас нужно переделывать. Они шатаются буквально под ногами. Много других проблем, которые есть в центре. Но иду я не только поэтому. Не только потому, что я уже занимаюсь как антикоррупционный эксперт этими проблемами. И не только потому, что в этом округе, избирательном округе, живет мой отец со своей семьей, который является, можно сказать, районными активистами. И отбивали свой дом, и успешно отбили от программы реновации, от собянинской программы, от отъема законов жилья у людей. Но иду я еще, потому что я хочу вести настоящую политическую компанию. И в центре... И хочу показать всем, какой может быть депутат и единоросс. И в центре это увидит всем. Вы поддерживаете меня? Да! Спасибо. И последок я хотела рассказать немного... Рассказать личную историю. В 2011 году, в марте 2011 года, я пришла в фонд борьбы с коррупцией, пришла на работу в Алексея Навального. И пришла после того, как прочитала фразу в его блоге ЖЖ, финальная битва между добром и Невролитетом. И я выбрала в этой битве сторону добра. И я рада видеть столько прекрасных людей в этом зале, которые тоже выбрали сторону добра. Я рада, что сейчас мы вместе. Спасибо большое всем, кто пришел. Я верю, что вы, сторона добра, брата и справедливости победили, выгонят жуликов и бездельников из Московской городской думы в сентябре. Разрушим монополию «Единая Россия». Вместе обязательно победим. Спасибо большое всем! Любовь Соболь! Спасибо! Чудесные!